Мутят воду, ловят рыбу, собирают мусор и ищут клад. В Самаре прошел четвертый фестиваль по дайвингу и подводной охоте. Волжские берега, хорошая компания, много общения и уха на ужин. Как прошло погружение, знает Виталий Портнов. Воду намутили, удовольствие получили на дно за рыбой и приключениями. Дайверы со всей страны, от Калининграда до Владивостока, всего больше полсотни человек собрались в акватории Волги, утолить голод по водным просторам. Зима, все голодные, хотят нырять. А тут с 15 апреля по 15 июня запрет, нерест, нельзя нырять опять же. И ребята, соскучившись, хотят собраться. В такой обстановке ребята расслабляются, начинают общаться, знакомиться, делиться опытом друг с другом. Это очень полезно и нужно всем охотникам и дайверам. Найти клад и сделать благое дело, поднять с дна мусор – главная задача этих соревнований. Организаторы уверяют, найти там можно что угодно. Правда, работать пусть и в паре с фонарем приходится на ощупь. Вода слишком мутная. С задачей справляются не все – боязно. Очень мутно и темно, как-то боязно. Мы пришли, там практически друг друга не видно. Поэтому я не хочу в первый раз. Страшно? Страшно, когда ничего не видишь, то страшно. Глаза боятся, а руки делают, утверждает Дмитрий Соболев, дайвер со стажем. Ему удалось найти заветную бутылку с посланием, вручить приз, маску и стробоскоп. Участник фестиваля признается – не просто, но интересно. На море проще, там как в аквариуме. А здесь интереснее. Почему? Чисто любит. Как сказать? Во-первых, естественные преграды есть. Во-вторых, оттачиваешь навыки безопасности. Дайверы утолили голод по погружениям и речной рыбе. Самый большой улов на дне реки настрелял Андрей Якимов. Сазан весом 2,5 килограмма. Правда, ловить доводилось и больше. Вышел прямо в лоб из коридора камышового. Прямо в лоб вышел, я ему в лоб и попал прям. Даже стрела не пробила до конца насквозь его. Волжские берега, хорошая компания, много общения и ухо. На ужин четвертый фестиваль по дайвингу оставил только самые приятные воспоминания у участников. Виталий Партнов, Алексей Гринев. Новости губерний.